Мы полетели в Турцию осенью 2015 года с Игорем, уже вдвоем. Решили мы пойти по тропе Святого Павла. Тропа Святого Павла, она находится в северной Анталии, на 150-200 километров. Она вообще другая, как Ликийская, то есть нету моря, есть горное озеро. На Ликийской полно людей, на тропе Святого Павла можно никого за целый день не встретить. Полный релакс для души, если ты не грузишься какими-то мыслями о какой-то там ненавистной работе. В Харькове, то ты можешь реально отдохнуть и познать дзен, можно сказать. То есть посмотреть наркосоты природы, там, чай сварит в горах. Это горное озеро, Дзадах. Называется Лигердбердах. Находится, по-моему, на высоте километра или тысяча километров. Нет, больше километра, потому что город Испанка, соседний. Залежный курорт находится на 1100, а это озеро даже чуть повыше. Озеро для конца октября уже было реально холодное. Я попробовал туда залезть, залез по пояс, но выбежал. То есть, ну, шторм такой был небольшой. Для тех, кто не знает Илью, если я не выбежал, то это вообще просто. Ну да, как любитель покупаться в холодных реках и водоемах, я не мог пропустить, но понял, что лучше не надо. Но дальше на тропе я купался. Это место веселое. В общем, на второй день тропы мы наткнулись на турецкую военную базу. То есть, мы шли по GPS-треку, мы смотрим, какие-то люди с автоматами за колючей проволокой, что-то там расстреливают, какие-то мишени. Идем. Нет, мишени расстреливают. К нам подходят военные, попросили у нас документы. Смотрят на нас, думают, думают. А что вы тут делаете? А мы тут идем по маршруту. Ну ладно. Ладно, сделаем так. Мы вас посадим на грузовик, провезем через всю военную базу и отпустим. Но больше так не делайте. Вот. И нормально, очень даже, чтобы желательно к нам отнеслись. Да, но мы хотели вообще, как бы, сделать лицо, кирпичом, обойти по кругу. Идем, значит, у нас такой свист. Эй, иди сюда. Не, не прошло. На КПП подходим, камеры спрятали. Думаю, мало ли, что у них там на виду. Орали, орали и стали, кто ж это, кто ж по-английски говорит. Позвали офицера какого-то. Кто-то говорит, документы посмотрел, посмотрел. Так повертел, сяк повертел, так повертел. Идите отсюда. Мы пошли, опять начали обходить. Опять свистят, что-то вы не туда идете, вот вам грузовик болит. А я же еще в загранпаспорте с усами и бородой. А в жизни я тогда был просто с бородой. Он на меня смотрит. О, you have changed. Ты такой веселый-веселый. Никого, просто никого. Идешь и отдыхаешь от людей, от всех. А ты отдыхаешь, а я тропинку ищу. Да, у нас распределение обязанностей такое. Игорь больше с карты отдыхаешь. А ты отдыхаешь. А я наслаждаюсь. По-честному поделиться. Это мы уже лезем на гору Доврас, 2640 метров. Ночевали где-то на 200. То есть ночуешь и смотришь, утром открываешь палатку, а тут такой снег и не у тебя на палатке. И ночевать вроде бы было холодно в летнем спальничке мне. Ну, на самом деле, как? Вот эта гора, которая называется Доврас, она ничем особо не примечательна. Она повыше, чем Тавталы, наверное. Но там живет гранолыжный курорт. Поэтому она вся истоптана. Там где-то до высоты километра два поднимается серпантин для этих лыжников. Там канатка, которая зимой работает по снегу, а летом, естественно, не работает. Поэтому туда подниматься там не особо тягомотно. Но на самом деле оно и не надо. Если есть там гурный опыт какой-то. Мы поднялись, потому что все-таки что-то, надо же залезть, это же гора. И вот самое интересное, что поднимаешься ты, ну, как вообще-то, в горах, то проходишь за один день, можешь пройти все сезоны. То есть внизу еще лето, плюс 30. Ты поднялся повыше, там осень, потом начинается зима. У нас здесь вот началась зима, потому что легли мы спать осенью, а утром я просыпаюсь, у меня вода в кружке замерзла. Это, конечно, не судьба шокировала. Ну и детки-то мы были по-летнему тогда, не соображали ничего. Ну, у меня было две футболки, свитер легкий, софтшаловая куртка, что ты подарил. Шапка была. Четверо пар носок я одел на это ночью. Ну, фотографии оттуда все оттуда. А, самая главная фишка этого похода, что я шел в него с незалеченным воспалением сухожилия вот этой ноги. То есть за неделю до похода у меня ни с того ни с сего начинает болеть. Я иду к врачу, мне говорят, у тебя воспаление сухожилия. Я говорю, за неделю залечу, у меня поход. Ну, ты, блин, рисковый парень. Ну, давай. Я залечил. И как раз при спуске с этой горы снова начинает болеть. С утра еще нормально, а под вечер уже адская боль. Я с этой веселой болью все-таки 150 километров отшагал. В конце похода стукнул другое колено. Было весело. Это маленькая. А какая высота горы была? 2,640. Это маленькая, а большая? Маленькая 2,629, большая 2,640. Там небольшая разница. Совсем небольшая. Просто мы там залезли, я что-то смотрю, что-то по-навигазу, что-то точка не так. Она нам снизу еще мажет. Куда им что, наркоманы что-ли? Давай, если бы нам спускались, мы бы сказал, туда надо. Учитывая, что там не так просто. Видите, там рельеф такой. По камням, по этим карабкам. Каждый из человека размером. Так что это было больновато спускаться, подниматься. Ну да, то есть спуск-подъем 500 метров вверх. Ночевали на Гастоп, одна из нас держится вдох. Вон как раз то озеро было видно, и герберки. У нас, да, вон оно. У нас с собой был флаг Турции. Мне этот флаг подарила Таня. Да, Таня? Когда была... Ты когда-то была в Стамбуле, нашла там его, а потом я же приехал к вам в гости. Ты мне его подарила. Я решил во второй поход по Турции, в третий брать с собой флаг Турции. Ну он действительно у меня дома, как трофей, можно сказать. Турцам было как приятно, что мы их флаг вешали. Ура, ура. Это город из Спарта, где-то 200 тысяч населения. Вот его так классно видно с Довраз. Это мы уже идем дальше. Спустились до Довраза. Идем, идем, идем. Что хорошо, по идее мы в этом походе разработали формулу такую, что на перекусе берем батончики. Ну ладно, батончики я сладкомировские брал и гематоген, а ты брал сушеные каши. Мы их заливали отлично водой и горе не знали. Так же ж? Вот. Ну собственно, фотография такая неплохая очень даже вышла. Я вот даже на боку себе. Постарую поставил, нажарил, лайк отсобрал. Ладно, идем дальше. Вот она, вся прелесть Топы Павла. Огромное пространство перед тобой. Идешь, идешь, идешь. Дальше были очень даже веселые места. Был ручей, и мы в этом ручее решили половить рыбу. Игорь решил половить рыбу. Взял нитку, сделал из иголок крючки и наловил 4 рыбешки. По-моему, за 24 минут, да? Рыбешка в 6 минут, и мы их взяли и съели. А еще там, господи, на тропе из селения, там где яблоко, сады с яблоками, и два предприятия, они там соки делают, как-то эти яблоки перерабатывают. И они угощают яблоками. То есть мы зашли в магазинчик, что-то купили поесть. Едет, ну, обычный турецкий сельский мужик. Такой мешок у него огромный яблок. Он без слов берет нам, кулек яблок набирает, там 5-6 штук. Оп, нате, это вам. Мы такие, спасибо. Дальше идешь через эти сады яблок, самому брать можно, можно не брать. Городок называется Сютчулер, население 3000 людей. Там очень вкусное мороженое, прямо на автостанции делают. Вот это они у нас в Сютчулер предоставили. А, это Сютчулер. Да. Самое вкусное мороженое в Турции. Во-первых, в Турции мороженое вкуснее, чем у нас. Это раз. Во-вторых, самое вкусное мороженое в Турции в Сютчулере. Ну, это мое субъективное мнение, да. Это был уже конец нашего пешеходного куска. Это после Сютчулера идет подъем на каньон. Этот каньон очень красивый, но он был немножечко стремноватый. Да, потому что вот идешь, начинается уже солнце садиться, ты только выходишь на гребень такой этот каньона, километр где-то высоты, и ты понимаешь, что еще где-то час или два идти спускаться, а солнце уже садится, и надо бы как-то быстрее. И ты понимаешь, что молодец, что Сютчулере съел не две порции мороженого, а одну, что из-за этого в запасе 10 минут есть. Дальше идем к следующему городку, и вот такой вот классный ручей, такая классная река. То есть у нас чуть-чуть выше была в лесу Мачевка. Ну и, конечно же, как я не мог не покупаться. На следующей фотке это видно. Да. Все равно, что у тебя только что болела одна нога, уже болит вторая нога, но купаться надо. И мы подумали, куда нам поехать. На Каппадокию не очень денег хватит и далеко ехать, а хотелось бы, конечно... Если мне смогли объяснить, куда мы хотим. Да, из парты прямой автобус на Каппадокию не ходил. Там такая ловушка, что, допустим, побережье, там вот эти туристические города Анталия, там все идет Демре, там в основном говорят и по-русски, и по-английски. Ты приезжаешь, ты с ними нормально общаешься, вот ты езжаешь домой в полной уверенности, что в Турции все в порядке. А потом ты попадаешь в какой-нибудь из парты в глубинке, там никто не понимает ничего, вообще ничего. Был старичок такой, он нам продавал билеты и такой, и... В общем, такой у него был английский перекрученный. Ну, это был смешной такой очень старичок в кожаной куртке. Мы решили поехать в наше любимое Чироли, покупаться на море. Я еле ходил там, ударил колено, оказалось воспаление связки или уши, не важно. Ну и закончилось так, пятое путешествие, я поехал в Харьков искать работу. Чевчинские горы. Нет, когда? Когда с 1 по 9 мая 16-го года. Какие горы? Чевчинские. А у нас? Это у нас, это кусок Карпат на границе с Румынией, четко вот по румынской границе. А вот эти вот, это Мармаруш, это кусок Мармарушского. Это что, Мармарушского? Ну, начинается Мармаруш где-то на 5-6-й день. Кириллу очень весело, потому что надо переходить вброд через реку. Все же повесили к себе ботинки на шею и ботинки, соответственно, пахнули. Это одна из прелестей похода, к сожалению. Ну, а Кириллу весело. Начинается, на 5-й день погода перестала баловать, туман начался, мороз начался, немножко дождик, все с града началось. Вот тут две фигурки можно увидеть. Это, наверное, я так подумал и мы подумали, что это контрабандисты. То есть чуваки идут налегке, в шлепках, на босу ногу, в дождевиках, с легкими какими-то рюкзачками. Мы такие, что за люди, куда они идут? Наверное, контрабанда сигарет в Румынии. Наверное. Они быстрее нас шли, мы спросить даже ничего не успели. Ну, не спросили, вы местные? Они такие, ха-ха, ну да. У нас все еще сохранена эта аутентичность, что ты можешь убежать от цивилизации. До тебя, если хотят дозвониться, до тебя не дозвонятся. Никакого тебе интернета не будет. Ты идешь, ну, кое-где людей не встречаешь. В общем, наслаждаешься природой такой, как она была. Приходишь в колыбу, сам рубишь дрова, сам распариваешь богаття. Вот, попалась такая 30-процентная колыба. Причем, да, вот она развалена в хлам уже. Ребята, вот те, у которых было 5 литров самогона. Ни слова не говоря, взяли доски, из нее понатягали, сделали настил. И мы на этот настил поставили две палатки. Ну, чтобы на снегу не спать. То есть, чтобы пойти полностью нормально, безопасно по этому маршруту, нужно вживую, ну, на бумаге иметь распечатанные документы. А нам делали их по электронке. Ну, то есть, когда мы попали на второй КПП, нам нас просто немного завернули, и мы пошли немножко по дурому. Ну, это я вам сообщаю, вдруг кто-то захочет пройтись по этому же маршруту по границе Украины с Румынией. Ну, вот, реально нужно иметь пропуск по ГАН-зону. Не в электронном виде, а желательно вручную. Это так, в закате этого вечера мы допили весь Самарон. И вот тут реально, ну, полная зима. То есть, ладно, мне еще... Это в мае? Да, это в мае. Это восьмое мае. Это у вас пошел снег? Ну, от 1700 до 2028 снег реально. То есть, если идти на Поп-Иван. Снег, тужа, холодно. Блин, это для меня он был первый такой экстремальный опыт. И здесь я впервые ощутил, что такое зимний поход. Хотя бы на полдня, но впервые ощутил. То есть, ты по колено, ну, не по колено, он по щиколотку в снегу. У тебя ботинки мокнут уже. У тебя половина штанины мокрая. Уже она там леденее где-то начинает. Если ты идешь, тебе еще тепло. Если ты останавливаешься, тебе уже холодно начинает становиться. Чай в термосе решает. Меня попросили быть замыкающим. Замыкающим это значит, что, ну, тебя хотя бы должен слышать первый человек из группы. И там, Эгей, Илья, Эгей, Игорь. Все на месте, ура. А пятый человек и ты, вы должны быть хотя бы в видимости. И Алена была пятой. И Алене, ну, трудно было идти. Она такая, Илья, может я пойду последний? Нет, Алена, ты пойдешь передо мной, я замыкающий. Вышли мы, конечно, на Поп-Иван. И тут, это Поп-Иван. Это не Поп-Иван. Это Поп-Иван, это форма креста, и там Тулу-Тур стоит большой. Это Поп-Иван, мы на него вышли. Какой Поп-Иван? Чёрногорский. Чёрногорский. С этой, как ее обсерваторовой? С обсерватории. С обсерватории. С обсерватории 1936 года. Я там в Барбароске. В Барбароске. Ну, через 1939-м с отходом западной Украины с Советскому Зону нашей стало и перестало быть обсерваторией. А сейчас там пункт спасения стоит. И то есть, спасательный пункт, там есть спасатель, там можно чаю попить, посидеть. Он уже работал, да, был. Спасатель был? Да, летом был. А в 13-м тяну не было, или он подсезонный? Нет. Нет? Мы тоже когда-то были, из-за моего года только в двух проекте. Все два месяца. Нет. Продолжение следует...